Дорогая Даша Историю, где находится эта церковь, вам будут завидовать и Кате, и Света, и Оле, и Тане. Потому что церковь эта не простая, а надвратная. Она на воротах расположена. А ворота чего? Ворота Ипатьевского монастыря. А за этим монастырем стоит такая история. Ну, по порядку. Однажды, давным-давно, а точнее в 1330 году, татарский князь Чет ехал на встречу с Иваном Калитой по поручению татарского хана. И проезжая берегом Волги, практически у подножья Костромы, он страшно за ним мог, заболел. И вдруг, неожиданно, чудесным образом, ему явились трое святых. Ипатий Гангерский, апостол Филипп и Святая Богородица. И как только они ему явились, он исцелился чудесным образом. Это исцеление настолько потрясло хана Чета, ну, князя Чета, что он остался здесь, на этом живописном берегу Волги, принял христианство, покрестился под именем Захарий и заложил основание Троицкого собора Ипатьевского монастыря. Чем еще знаменит этот Чет Захарий? Тем, что от него пошел один очень интересный род на Руси. Род Годуновых. КОНЕЦ Наш рассказ был бы неполным, если бы, Даша, мы не показали вам вот эту надвратную церковь, посвященную мученикам Хрисанху и Дарьи. Теперь вы понимаете, в каком значимом месте расположена церковь вашей святой. И вот здесь находится икона и изображение Хрисанха и Дарьи. Такая уютная, маленькая и очень красивая церковь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ